Ехать в Болгарию, не ехать в Болгарию, доработать до пенсии, учу пенсию, поеду в Болгарию. Снимаем! Я год живу в Болгарии, в городе Пловзев. Что со мной произошло за это время и о чем я жалею год спустя, поговорим о многих аспектах жизни здесь. Привет! Вы на канале за чашкой кофе. Начнем! Поговорим о жилье. Еще будучи в Израиле, мы начали искать место проживания в Болгарии. На расстоянии было не просто заниматься поисками, но все возможно. Об этом у меня есть видео инструкция на канале. Мы живем в жилом комплексе и тут сразу хочу поделиться с вами плюсами и минусами жизни в комплексе. Плюсы. Это поддержание чистоты, охрана следит за безопасностью. Да, с одной стороны смешно, казалось бы, что тут опасного может случиться в Болгарии. И тут приведу пример. Если нет особого разрешения, то ни одна машина не из комплекса не может заехать на территорию. Но был случай, когда кто-то обманным путем заехал под видом, что вроде как приехал кому-то. Но охранники это вычислили за 2 секунды и выгнали из двора эту машину и еще обыскали все вокруг на предмет, не подложил ли тот человек чего-нибудь запрещенному. Следующий фон плюс это то, что дети гуляют на дорогах в комплексе. Жители знают, что тут надо ехать медленно. То есть родители знают, что с детьми ничего не произойдет на улице. Опять-таки же, не страшно уезжать и оставлять квартиру одну. Есть какая-то уверенность, что чужие не ходят, местные тебя знают, люди не бедные, воровством заниматься не будут. Также ни один ремонтник не заедет и не пройдет на территорию без моего подтверждения на шлагбаумы, что да, этот человек приехал ко мне. Был случай, что кучка подростков заехали на великах и их тут же остановили. Проверили каждого, кто здесь живет. И одного из семи высунули за территорию, потому как парень здесь не жил. Также, если подростки или взрослые сидят в парке и громко разговаривают после 23.00, охранник всех разгоняет по домам и еще кроме этого он имеет дать штраф за шум. И тут мы подошли к минусам. В комплексе есть управляющая компания и совет жильцов. Они устанавливают общее положение и правила проживания. Например, размер штрафа за шум, часы, разрешенные для шума. И если кто-то перешел дорогу соседу, то этот сосед может собрать совет и проголосовать за ваше выселение, если вы арендуете жилье. Либо на ежемесячной основе влепливать вам штрафы на частное лицо 500 лево, а на компанию 1000 лево, в случае если вы владелец. Но и арендатору тоже могут влепить штрафы. Поверьте, если вы кому-то перешли дорогу, то причину штрафа они найдут, за что влепить. Там целый докторат свода правил. Вот и решайте, надо вам покупать или жить в комплексе или нет. Переезд это некий стресс для человека. Да, это с одной стороны радостное событие, но оно сопряжено с кучей дел и забот. Надо решать массу вопросов с одной стороны подготовкой и сбор документов на визу, с другой решать вопросы с недвижимостью в стране, исходы, перевоз вещей, продажи машин, мебели и прочее. А у нас еще была свежая рана потери родителей мужа. Так получилось, что приехав сюда, мы были истощены нервно, морально и физически. Ну вот реально, просто два ходячих трубика. Тут еще все для нас было по-другому и надо было изучать, выяснять. В общем, мы просто посыпались в плане здоровья. И что-то мы полечили в термальной водичке. Видео про спа-курорты у меня есть на канале. Что-то полечили с помощью врачей. Видео про медицину у меня тоже есть на канале. Что-то полечили с помощью мануальной терапии. Вот тут я не делала видео про это, так как разные люди по-разному к этому относятся. Но счастье, что в Болгарии есть такие разношерстные возможности и однозначно могу заявить, что в Пловдиве с медициной все очень даже прекрасно. Я знаю, что есть люди, которые говорят обратно. Я не знаю, как у них в городах и селах, но я твердо убеждена, что людям в любом возрасте, но особенно старше 50-ти, лучше проживать в большом городе, таком как Софья или Пловдив. Потому что мы все под боком ходим и никогда не знаем, где и с чем упадем. И лучше, чтобы этого, конечно, не случалось, но если уже случится, то хотя бы знать, что в большом городе шансов на твое спасение намного больше. Вот мне нужно делать одну проверку раз в год железно. И думала я лететь на историческую родину для ее проведения. Но начала искать такую же проверку здесь в Пловдиве и нашла. Прекрасно, за 110 лево я ее сделаю здесь. Поэтому могу сказать, что медициной я довольна и даже очень. Ребята, здесь есть такие узкопрофильные специалисты, что в Израиле год с фонарем не сыщешь. Да, подчеркну, что так как мы на ВНЖ, вся медицина для нас, конечно, платная. Так как страховка имеет покрытие только на экстренные случаи. Ну, например, если я попаду в больницу, не дай бог, с каким-то приступом. Но говорят, что можно сделать частичную медстраховку. Но, честно говоря, я еще не выясняла, что она покрывает и не в курсе еще пока, какая ее цена. В любом случае, желательно иметь всегда финансовую заначку на медобслуживание. И следующий интересный пункт. Как стать своим? Никак. Даже если вы имеете болгарские корни и не имеете акцента на болгарском языке, своим вы никогда не станете. Если вы будете работать в какой-то организации, на заводе или компании и будете иметь блестящий ум и сообразительность, вас никогда не поставят начальником или директором. И это надо четко понимать. Такое возможно либо в Америке, либо в Израиле, но не в Болгарии. Это я к тому, что если вы знаете об этом заранее, меньше будет страданий на этот счет. Да, болгары где-то толерантны в социуме, но на этом все. Можно стать американцем, израильтянином, но не болгаром. Можно знать язык, законы и разделять ценности, но никогда не стать своим. Нужно четко это понимать. Какой нужно располагать суммой, с которой будет комфортно переехать в Болгарию в 2023 году? Начну с того, что для получения ВНЖ необходимо на счету иметь деньги, количество которых зависит от основания вашего ВНЖ. Для некоторых это средняя болгарская пенсия в размере 489 лево умножено на 12 месяцев, потому что надо показать сумму на год проживания. Для некоторых это минимальная зарплата в Болгарии, а это на сегодняшний день что-то около 800 лево с копейками умножено на 12 месяцев за одного человека. Соответственно, за второго человека должна быть дополнительная сумма, опять-таки же зависящая от основания статуса. Эти деньги нужно положить в банк, но их можно использовать после подачи документов в органы. А хватит ли их вам на проживание? Перед тем, как я выбирала страну, я изучила все формы и пришла к выводу, что в 2021 году было бы достаточно 1 000 евро на двоих жить совершенно хорошо. Но с начала поиска недвижимости я поняла, что ничего реального за те деньги, что писали люди в форумах, в помине нет. Приехав сюда в середине 2022 года, мы абсолютно не вмещались в эту сумму. Подчеркну, инфляция в Болгарии есть и не слабая. Иногда заходишь в магазин, смотришь на цену и думаешь, да, 2 недели назад было дешевле. Конечно, у каждого свои привычки и свой рацион. Кто-то живет в селе или в маленьких городах и тратит намного меньше. Кто-то экономит, не подозревая о том, что он экономит. А кому-то одного помидора с кефиром тоже достаточно и это для него считается нормой. Кто-то арендует жилье, а кто-то имеет свое. Кто-то ездит на общественном транспорте, а кто-то на своей машине. Кто-то тратит на медицину, а кто-то лечится травами. Так что все индивидуально. Но можно прочитать по формуле, которую я придумала сама. Возможно, она не будет работать для всех стран, но я озвучу ее. Возьмите цифры минимальной зарплаты в вашей стране. Просчитайте процент, сколько вам требуется для комфортной жизни поверх минимальной зарплаты. Потом то же самое проделайте в левых и получите примерную сумму. Приведу пример. В вашей стране минимальная зарплата 1000 евро, а вы тратите на жизнь 2000 евро. Значит, ваш процент комфортной жизни составляет 100%. Теперь то же самое сделаем влево. Если минимальная зарплата приблизительно 800 лево с копейками, берем 800 умножаем на 2, получаем 1600 лево на одного человека. В некоторых случаях вы получите цифры, при которых даже будете экономить, работая из своей страны бывшего проживания. Поговорим про работу. Некоторые основания для ВНЖ запрещают работать в Болгарии, а у некоторых есть такая возможность на небольшие часы. В первом случае вы можете открыть бизнес и работать на себя. Во втором случае устроиться на работу. В обоих случаях, опять-таки, лучше выбирать большие города. Все-таки рынок шире, востребованности больше. А признание языка так вообще не будет проблем. Кто хочет работать, тот всегда ее найдет. В Пловдиве полно работ и всегда высокая востребованность. А на некоторых позициях зарплата не уступает израильским. Наш знакомый болгарин работает 8 часов в день. А есть дни, когда он работает просто из дома и имеет зарплату 5000 лево чистыми. Он менеджер департамента по работе с клиентами в международной компании. Естественно, владеет двумя языками – болгарским и английским. Есть знакомый парень, он беженец из Украины. Без языка работает на заводе. Получает 1500 лево чистыми, а при двух работающих в семье, даже при такой зарплате можно спокойно и нормально жить. Девочки – массажисты, маникюристы, парикмахеры работают 6 дней в неделю и зарабатывают по 2500-3000 в месяц, работая по 80-100 часов в месяц. Я сейчас говорю о людях, которые хотят работать и имеют эту возможность в большом городе. Так что те люди, которые ненавидят работу в своей стране и ходят на нее исключительно, чтобы доползти до пенсии, возможно, они обязательно этого делать. Ведь выживать при стрессе можно и не дожить до пенсии. А выйдя на нее, можно из болячек не вылезать. И тогда переезд в Болгарию так и останется мечтой. Кроме того, мы живем в 21 веке и сегодня есть полно работ онлайн. И только лентяй не воспользуется такой возможностью. Например, в Израиле есть куча работ, по которым делают курс обучения перед тем, как начать работать. Курсы нужно посещать физически, но по окончанию работать можно онлайн из дома или из другой страны. Таким образом, не теряется статус в стране исхода, оплачивается весь соцпакет работодателем. Нам повезло. Когда мы переезжали сюда, у нас была работа. Просто ее надо было переключить из физического присутствия в офисе в онлайн присутствие. Для этого нам нужно было подготовить нужную онлайн коммуникацию и установить программы. Но ничего страшного. Зато мы знали, на что мы будем жить. А теперь, год спустя, я даже не боюсь потерять эту работу. Потому что знаю, как заработать здесь или в том же онлайне. Мне неоднократно здесь предлагали работу. И мое незнание болгарского их не останавливало. А знание английского и иврита их интересовало больше. Так вот, вернемся к вопросу. Что со мной стало за год проживания в Болгарии? Я по-прежнему влюблена в природу Болгарии. Я ценю время, которое мне подарила Болгария на семью и на мое хобби. Я имею возможность почти каждые выходные посещать термальные спа и уделять время здоровью. Я стала спокойней и стараюсь не читать про новости в Израиле. Как почитаю, так начинаю нервничать. Я обожаю улочки Пловдиво и уже заразилась неиспешностью болгарского ритма жизни. Могу сказать однозначно, что я научилась жить так, как я хочу, не откладывая ее на потом. Я открыла канал на ютюбе, чтобы помогать людям и делиться информацией. Потому как, если бы у меня было столько информации до переезда, я бы была более подготовлена ментально. Я начала относиться к местному населению иначе. И теперь больше их понимаю. Без розовых очков, трезво оцениваю происходящее. Но об этом я расскажу более подробно в одном из моих следующих видео. Кстати, вы можете прислать мне интересующие вас вопросы на мейл, указав в теме письма «Хочу знать». И я включу эти вопросы в видео и отвечу на них. Мейл я укажу в прикрепленном комментарии под этим видео внизу. О чем я жалею? Так это о том, что я мечтала без действий продвижения к этой мечте. Что я все время откладывала начать жизнь, как хочу, в какой-то долгий ящик. Как будто у меня есть запасная жизнь, и я открою этот ящик и вытащу ее оттуда в подходящий мне момент. Но от того, что я буду смотреть назад, толка нет. Жизнь одна, и желательно ее прожить так, чтобы ни о чем не сожалеть. Хочу позволять себе мечтать, дерзать и быть смелее жизненных обстоятельств. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. И делитесь с друзьями. А на этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok